17 ноября в 6 утра по московскому времени на пульт единой дежурной диспетчерской службы Латкарина поступил сигнал «Старт», символизирующий начало всероссийской тренировки по гражданской обороне. В Латкарине первыми сигнал получили органы управления гражданской обороны и руководители муниципальных учреждений и предприятий. Спустя два часа в здании администрации был собран оперативный штаб и озвучены вводные учебные тренировки. В результате нарушения технологического процесса при проведении профилактических работ возникла угроза нарушения целостности сартофага Чернобыльской атомной электростанции, радиоактивное загрязнение территорий и граничных с Украиной субъектов Российской Федерации. На месте Аравии работают различные комиссии, в том числе комиссия МОГТ. Осуществляется контроль состояния окружающей среды, отбор проб воздуха и почвы в районе Чернобыльской АЭС. В ходе учений на территории Латкарина были выполнены все необходимые мероприятия в случае перевода государства на работу в условиях военного времени и возникновения чрезвычайной ситуации. На площадке школы номер два был развернут сборный эвакуационный пункт. На заводе оптического стекла проверены защитные сооружения. Здесь даже в случае возникновения экстренной ситуации продолжится работа при любых обстоятельствах. В защитных сооружениях для принятия укрываемых готово. Также на территории города были развернуты санитарно-обмывочные пункты, станция обеззараживания техники, посты радиационного, химического и биологического наблюдения, пункт выдачи средств индивидуальной защиты и пункт питания. Учения продлились три дня. В ходе тренировки удалось проверить взаимодействие всех муниципальных структур. 20 ноября в здании администрации города были подведены итоги командно-штабных учений. Органы управления и формирования гражданской обороны готовы по предназначению. Максим Морозов, Александр Тестов, Новости Латкарина.